Приветствую вас! Ситуация, конечно, очень неприятная, бывшие пассии вашего парня пишут вам всякие гадости, и я лично не склонен считать так уж однозначно, что это всегда неправильно. Были случаи, когда женщина, оказываясь брошенной таким вот мужчиной, решала помогать другим женщинам, чтобы те не попались на уличку этого мужчины. Вот, то есть, такие ситуации были, они, безусловно, имеют место быть, и их нельзя, на мой взгляд, сбрасывать со счетов. Значит, тем более, что она посылает какие-то доказательства, да, это не просто голословное обвинение, а вроде бы доказательства, хотя и, безусловно, не так уж и легко верить подобным доказательствам, но, тем не менее. Значит, что я вам хочу сказать? Во-первых, ситуация такая, что если у этой женщины была цель вас как-то задеть, да, если была цель у этой женщины вас как-то, может быть, принизить, знаете, или как-то вот ввести в смятение, у нее получилось. Вы оказались очень хорошо так подавлены вот этой вот атакой, которую провела эта женщина. Правдива это так? Неправдива это так? Правда это? Неправда это? В данном случае не важно. Совершенно важно, что вы на это, даже если я бы не сказал, может быть, что скупились, это было бы неправильно, наверное, ну, просто, скажем так, поддались. И нам сказать, что не поддаться, ну, было бы сложно, было бы сложно, да, потому что все-таки, все-таки как-никак мужчина ваш, обычно уже какое-то время вместе, да, и вам, естественно, неприятно это узнать. Вот, такие вещи. Значит, что вы можете сделать? Что вы можете сделать в этой ситуации, как вы можете поступить? Ну, во-первых, я полагаю, что поступить вы можете самым адекватным способом. Этот способ адекватный, самый, на мой взгляд, посадить своего молодого человека перед собой, показать ему, вот, то, что вам прислали, и, значит, собственно, попросить его в каких-то комментариях, чтобы он вам, значит, объяснил, что вообще происходит. И уже по его реакции, возможно, вы сможете понять, правда или неправда, то, что говорят о нем и так далее. Вы сможете это увидеть, вы сможете это понять, и, собственно, тогда уже вам только решать, что вы будете с этим делать. То есть, если вы поверите ему, поверите, что он не виновен, поверите ему, что ничего такого не было, и если он найдет слова, чтобы вас убедить в том, что он этого не делал, ну, я полагаю, что можно этой женщине написать правду. То есть, сказать ей, что, здравствуйте, вы знаете, я поговорил со своим мужчиной, и он убедил меня в том, что это неправда. Вот, я думаю, что это, в общем-то, вполне себе хорошая и справедливая позиция. Вот. Понимаете, если вы ничего не скажете вообще мужчине, если вы вообще ничего не скажете ему, вы будете переживать, вам будет плохо, вы все равно не сможете быть с ним искренним, если вы все равно будете как-то нервничать, как-то волноваться, все равно вы будете смотреть на него, все равно будете подозревать на него, подозревать его и абсолютно все его действия, можете мне поверить опыту, абсолютно все его действия вы будете воспринимать исключительно как подтверждающий, либо наоборот, опровергающий вот этот вот факт того, что сказал вам эта женщина. И я полагаю, что никто от этого не выиграет совершенно, ни вы, ни она, ни ваш молодой человек. Поэтому, по моему мнению, по моему мнению, будет лучше, если вы все-таки вот с ним об этом поговорите, если вы с ним на эту тему приведете разговор и таким образом проясните. Вот. Значит, вместе с этим, вместе с этим, эта женщина, которая вас столь великобычно поставила в ответность относительно того, что делает ваш мужчина, да, эту женщину можно было бы спросить, откуда у нее личная переписка его, откуда у нее эта информация о, ну, о человеке, о мужчине, да, вот, и так далее. То есть, откуда ей стала известна вот эта вот, в общем-то, приватная информация, вот, в общем-то, это приватная информация, которая, ну, которая вряд ли получена была честным путем. И это нужно понимать, что человек пошел на, в общем-то, нарушение закона для того, чтобы, ну, скорее всего, присылать это вам. То есть, здесь вот не нужно и в крайности в крайность бросаться, да, то есть, с одной стороны, нужно проверить молодого человека и поговорить с ним, а, с другой стороны, нужно у этой женщины узнать, а откуда у нее это? Потому что, если, например, источники, и она источник не назовет, или будет говорить, какая разница, откуда это у меня, то это волей-неволей вызовет подозрения, вы же понимаете? А если у нее доказательства такие, которые, ну, если у этих доказательств нельзя называть источник, то этим доказательствам не доверят, потому что мы живем в современном мире, а в современном мире, а делать можно все что угодно. Поэтому я думаю, что, раз вы оказались в такой очень непростой для себя ситуации, то я рекомендую вам и вести себя в этой ситуации достойно и не торопиться с какими бы то ни было выводами, а все-таки спокойно пройти к вопросу и все моменты, значит, ну, все необходимые моменты разрешить, выяснить и составить уже, как бы, свое собственное мнение на этот счет. И вот когда ваше собственное мнение на этот счет будет, тогда уже можно будет говорить о том, что вы приняли какое-то решение, и если это решение вам будет казаться правильным, если это решение будет казаться вам верным, да, то, ну, что ж, значит, так тому и быть. Вопрос в том, чтобы вы все-таки не испортили свои отношения, вопрос все-таки именно в том, чтобы вы не испортили, не обидели, понимаете, чтобы вы не обидели невинного человека, вот что, мне кажется, здесь важно. Вот от этого мне бы хотелось вас уберечь. И если вы будете уверены в том, что, ну, или хотя бы все будет говорить о том, что, допустим, молодой человек невиновен, то он вас убедит в своей невиновности. Женщина, по которой вам предоставляет информацию, откажется говорить о своем источнике, значит, все это сомнительно, и верить ей нельзя, и это означает только то, что вам действительно не нужно обращать на это внимание. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи.